Друзья, всем привет! Я даю пожаловать на канал на пару. Сегодня у нас Sims. Мы брали маленький перерыв на пару месяцев, отдыхали от этого, но я видела активность вашу в комментариях, вы просили, чтобы мы засняли продолжение. И вот сегодня, Максим уже начинает строить. Это крыша для твоей ветклиники. Откуда ветклиника? В перерыве я решила все-таки сама немножко поиграть и решила развиваться дальше. Я решила построить ветклинику недалеко от нашего дома, чтобы было близко ходить на работу, чтобы сюда приятно. Мечта моя, чтобы далеко не путешествовать. Но я там работаю? Ты работаешь в своей прежней работе, я тоже, но иногда я помогаю и подрабатываю здесь, потому что я врач, все-таки некоторая навык у меня есть. Хотите забавный факт? Она хотела учиться на врача, но боязнь крови ее остановила. Да, к сожалению. Потом я, кстати, хотела тоже быть в дренаре, помогать животным. Ну, вы же знаете, моя любовь к животным. В общем, я построила клинику. Я сейчас доделываю для нее крышу, да, потому что это единственное, что мы не сделали, и без крыши смотрелось, как ангар какой-то. Ты любишь повыше, пониже? Пониже. Это просто когда она как треугольник большой, странно смотришь? Да, очень странно. Согласен. Я просто, когда играю, уже убираю стены крыши, даже не видела, что ее нет, если честно. Я тоже всегда, когда в сим строил, забывал, что крыша существует. Для строительства ветклиники у меня не было необходимых денег, поэтому мне пришлось парочку недель поработать на работе. Хотела она настоящую работу? Ну, почти в игре. И вот, что у нас получилось. Давай, доделаем сейчас ее. Крыша нравится? Да, симпатичненько. Ну, конечно, можно как-то извращаться. Что-то приходит, у тебя какое-то странное получилось. А, это хозырек. Это чтобы посетители ножки не мочили, когда есть дождик. Ты видишь, я здесь максимально все обозначила вывесками, что у меня есть клиника. Тротуар, где тротуарчик? Я не успела все доделать. Ну, хорошо, потом доделаешь, рассказывай лучше, что внутри. Я вообще не понимаю. Внутри у нас... Подожди, это же животное. Уборщица на карантине, просто коронавирус. Внутри у нас приемная. Ресепшн. Да. Здесь вот, по идее, продаются медикаменты для животных, но я не могу их закупить. Обычно в таких магазинах сникерсы продают. Да, но я не могу их закупить и не знаю, как это делается. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это автоматы для записи к врачу. Так, как в наших поликлиниках. Технологии 21 век. Так, потом у нас уборная. Нифига у тебя уборная, у меня комната меньше. Лакшери. Потом у нас специальная пара для каких-то исследований. Я открыла еще кафе для сотрудников и посетителей. Ну, почему? Я решила, что все хотят кофе попить. Да-да, а рядом кальянную спортзал, и будет мультикомплекс Алины. Не, это какой-то рентген для животных и две комнаты осмотра. Миленько, кстати. Надо здесь еще поставить диванчик, чтобы посетитель мог сидеть. А вот видишь, здесь у меня в одной комнате есть. А мы можем это скопировать прям. Мне кажется, миленько смотрится, но я сделала все плиткой, потому что, мне кажется, так, с точки зрения дезинфекции намного лучше и проще убираться. Мне нравится. Стильненько. Мне кажется, если бы ты делала, так и было, например. Здесь даже у меня есть плакаты. У тебя даже пятно модное в стиле Apple. Виды кошечек. Блин, мультик был какой-то с такой кошкой, она жилая там была. И здесь две миски для животных, милота. Я хочу потом посмотреть, как ты здесь работаешь. Давай вернешься к нашей семье. Да, давай. Ой, привет. А что ты унес настроение? А, это после свадьбы еще? Она очень голодная. Надо ее накормить срочно. Блин, даже смотри, как отражается классно сделано. Да, да очень круто. А как кормить детей? Я не знаю, у меня не было. Взять и для Евы. Ты взял лапиток. Молоко можешь ей дать вам. Я бы фрешки и яблочные дал. Но мама сказала молоко. Ну, честно, я не уверена, что она наест молоко. Слушай, а это кто-то? Это кто-то? Знаешь, на кого похожа? Это няня. Я же няню наняла. Хорошо же ее бизнес открыла. Няню наняла. А я, значит, ребенок кормлю. Я объясню ситуацию. Короче, я пошла на работу. И Максим тоже. Ребенок остался дома один. Сад закрыли. Ребенок плакал. И мне предложили взять няню. Но няня почему-то все время смотрит телевизор. Я хочу, чтобы ты погладила питомца. А, кстати, ребят, у меня еще есть одна проблема. Возможно, вы знаете, как ее решить. Я не могу помыть собаку. Серьезно. Как только я навожу на ванную и выбираю помыть, у меня все сбрасывается. Купить в ванной. Купать. Ну, когда-ка. Она же сбросится. Не работает? Нет. Я не знаю почему. Я пыталась поменять разные ванны. Возможно, мы не все подходят для нашего шпицака, но нет. То есть она ее берет, да? И потом... И бросит все. А может, должно быть ванной для... Я искала. Может, ты найдешь? Мне не получилось найти. Ну-ка. Ну-ка, пожалуйста. Видишь, какой-то баг. Походу, ей нужно больше места. Я сейчас ванну выставил в коридор и сработал. Да ладно, помогло. Блин, я сколько месяцев пыталась это сделать. Надо, в общем, расширить походу ванную, и чтобы здесь больше места было. Видишь, что она на корты как-то встает, и, видимо, здесь она упиралась в это что? А, ничего себе. Сработало. Наконец-то чистая собака. Мы же брали рыженького шпицака, он стал коричневым. А ты думала, все коричневые шпицы на улице просто не мытые? Посмотри, как он чище стал. Спасибо тебе. Все, Максим, когда у нас будет собака, ты будешь заниматься ее мытью. Мне кажется, собаку мыть проще, чем кота. Ну, не знаю, собаки бывают разные. Вот чем я буду заниматься, он в фифу играет, смотри, там фифа, я тебе точно говорю. Подожди, няня вообще нифига не делает. Да, причем роль няни заключается здесь в том, что он находится дома с ребенком, когда нас нет. Просто когда мы уходим, ребенок не может сам оставаться дома. Я предлагаю завести второго ребенка. Нет, серьезно. Я еще от первого не отошел. Нам придется комнату ему делать. У нас есть пространство, можем себе позволить. Ты бизнес только открыл, у тебя денег нет. Нифига себе. Мне кажется, кто-то на четыре. Не-не-не-не-не-не. Сейчас Алина выспится, и мы отправим ее на работу. Я не знаю, что там делать. У тебя сотрудники есть? Конечно. Ты платишь зарплату или они у тебя в рабство? Не-не-не, все честно. Там есть отчетность ветклиники, мы можем с тобой посмотреть. Ты играешь с дочкой, с альпакой, это так трогательно. Там собака еще бегает, это твой рай. А что собака хочет? Что-то нарисовано там. Она басалась. Она воду пьет. Мне нравится, что у нас на улице просто стоит огонь. Так, а как мне к тебе на работу устроиться тогда? Мне надо, наверное, тебе, чтобы ты мне предложение какое-то сделала. Руки и работы. Так, мы, получается, берем меня, шпицика. Как много людей. Почему мне предлагают вообще левых людей-то? Андрея позвонить. Блин, лакер, что там ребенок. Так, а где я? Почему я себя не могу? Нет, ты, вот. А, еще два. Ты можешь позвать с собой еще кого-то. Все, я зову тебя и собаку, а няня с ребенком. Так, вот мы все вместе. У нас такие парики, как будто мы на пляж собрались. А это так начальники ходят в офис. Так, пойдем, запишемся. Вот, надо записаться вот здесь, в автоматах. А я думаю, можешь ли ты мне предложить прям, типа, работай на меня? Нету такого, кстати, смотри. Мы ее снова открыли. Удобно, когда ты сам начальник и устраиваешь себе график. Я упала качать пресс. Вот пришел наш сотрудник. А я тоже хочу на тебя работать. Найми меня, пожалуйста, у меня есть таланты. Предложить массаж. Оу май. Помочь исправить плохое отношение. Там собачка пришла. Оу. Какая-то странная, что это? У нее горячий нос называется болезнь. Вообще она голубая. Интересно, какой-то окрас. Почему он уснул? Мое состояние по жизни. Просто не дошел немножко и уснул. Меня пугает собака. Вот видишь, пациент пришел, записывает свою собаку здесь. О, какая красивая пришла. Шустрик. Бо, сейчас будет досматривать их. Мне даже интересно, как это выглядит. Ну-ка, он лег, его подняло. Удобно, кстати. Таких же не есть, правда? Они правда поднимают? Мне кажется, они сами руками кладут. Ну, когда мне делали операцию, меня поднимали на таком столе. Ты не собака. То есть, Ромаши поднимает. Расстроил тебя. Не, а ты можешь выбрать меня, и я тоже могу здесь поработать. Что-то у тебя странное здесь происходит. Так, давай проектерем пол. Чистота, надо же, правильно? Конечно, поддерживать свои клиники чистоту. Офигеть, что собака. Что это за инопланетные собаки? Это друзья лакеры, что ли? Он лег на диван. Сколько народу, слушай, мне давно столько посетителей не было. Тепло приветствовать посетителя. Окей. Опять они ссут. Лечить пациента. Да. Теперь, вот, выбирай лечить. Хорошо, мы его ставим на стойку, да? Да, и сейчас будем лечить. Смотри, нажимай на песика. Лечение? Не, осмотр сначала. Осмотр. Слушать сердце, да? Или это типа рандомно? Рандомно. И потом со временем, вот, смотри, результаты осмотра. Тебе покажут, что у него будет. Хорошо, давай тогда послушаем дыхание. Сделаем, знаешь, как в наших больницах это записывают. У вас кашель, да? Давайте просмотрим ваше колено. Успокоит пациента, думаю. Ну не помпи. Какие-то мошки вокруг него летают. Что-то странное. Это вши. Мы так и не выяснили, что у него. Давай изучить через шерсть и кожу. Да, давай, потому что мне кажется, у него вши, реально. Что-то изо рта еще торчит. Я должен угадать, типа, о, о, о. У него мотыльки во рту, сильное слюня отделение. Так, что еще мы можем сделать? Давай провести осмотр пасти, я думаю. Коль там мотыльки у него во рту. Да, согласен. Это как я проверяла, вот так. Все, мы все изучили. У него вонючая шерсть. Его помыть просто надо. Легкая антипатия, да? И что это? Значит, мы лечим его. Вот, спрей против паразитов. Видишь, я показываю даже подсказку, что поможет. А, это типа, а если бы я не угадал, я мог его всю подряд. Как у нас в больнице? Да, да. А здесь, типа, ты выяснил. Я буду хорошим медиком, типа, да? О, он заплатил там что-то 120 долларов. Вот видишь, доход уже есть у компании. Да, доход меньше, чем с этого ролика. Подожди, не все сразу. Мое состояние по жизни. На самом деле, прикольное, что ты можешь подрабатывать еще и здесь. Смотри, он прям крадется. А ему плохо. Давай ему тоже поможем. Можно это тоже его осмотреть? А что ему плохо? Ему отлично, мне кажется. Это слишком милые эпизоды. О, собачки плохо. Ее помыть надо. Просто давай, ладно, обслужим ее и все. Ты думаешь, всех надо помыть здесь? Это по такому принципу. Ну, если от нее зеленая, то да, в Симси это так значит. Вылечим? Да, конечно. Давай еще одного полечим. Подписчики такие, что чем вы занимаетесь? Мне нравится, что она пришла в вечернем платье и лечит собаку. Давай осмотр пасти, потому что явно с ней какая-то беда снова. Мне кажется, тоже мотыльки. Судя по мнению, мы уже все знаем. И последнее мы с тобой угадали тогда. Кожа шерсть, да, по-моему, сработала? Да, да. Все то же самое. Вонючая пасть у него тоже. Бред паразитов, огонь. Я просто топ врач. Ты можешь выпить кофе в моей кофейне. Я убираю лужи пока что. Пусть я буду уборщиком. Шпица требует внимания тоже. Ему он грустит. Похвали его. За всеми уберусь. Тут убрался, там убрался. Что ж, у нас в клинике нет уборщицы. Да это пипец. Каждая собака приходит такая, ох, я пришел. Серьезно, блин, просто нон-стоп можно убираться. Односыпь, пожалуйста, корма животным. Может они веселее будут? Сейчас я да убираю последние лужи. Слушай, у тебя доход прет, пол кэса за день. Я же говорила. А потом со временем ты набираешь опыт, и ты можешь взять еще сотрудников, построить новые комнаты и взять новый аппарат. Собаки странные, у разработчиков явно фантазия. Ну как тебе ведь клиника наша? Сложно, там тебе не хватает сотрудников. Подожди, я пока не могу нанять еще одного сотрудника, потому что у меня еще нет много опыта. Ты явно уборщица нужна. Ты можешь устроиться ко мне? Я тебя возьму уборщиком. Нет. Блин, как-то странно, у нас возле дома кусок какого-то зеленого газона, а все остальное с коричневеньким. А это я одинаковым покрасила. Так, так что, как ты относишься к моему предложению еще одного ребенка? Ну пока оно в игре, можно. Да. Мне кажется, девочке скучно. Мне кажется, родители так по 10 рожают, думая, что им скучно, и снова будет веселее. Попробовать зачать заняться в уху? Ну давай, хорошо, это я люблю. Мне нравится, что разные интерпретации с кекс в уху. Кекс это в этом, в тиктоке. Да, да, я согласен. Ты такие трусики миленькие. Не пума, жаль. А шпиц может как-то ворваться, и потому что у нас музыка еще. Ну мы от детей, понятное дело. У нас няня ходит. Самое время. Ну подожди, пока родители заняты, ребенок занимается своим делом. Я предлагаю еще проверить лакера. Как там живет его ребеночек? Все-таки это необычное явление. Мне кажется, забеременел я. На самом деле, какая-то странная штука происходит. Почему-то в игре у Максима увеличивается живот сам как-то. Она просто реалистичная. Нет, ну просто как так? Мы тебя создали одного. Ну правда, со временем тебе увеличивается живот. Потому что типа спортом не занимаешься, как и в жизни. Тренажер есть, занимайся. Кто тебе мешает? У нас дома тоже есть тренажер. Не помогает. Так, ладно, пока наши занимаются весельем, давай зайдем к лакеру. Да, давай посмотрим. Интересно. А где если он вырос? Будет хорошей парой нашей девочки. Инопланетяне. Хотя, возможно, она тоже девочка. Мы же не знаем. Оно. Инопланетное. Так, так, так. Капа лакер понят... Блин, она так стоит инопланетной. Кстати, я сделала у них тоже ремонт. Ты посмотри на это. Ой, какая миленькая. Давай сделаем, что она повзрослела. Давай, давай. Мне интересно посмотреть. Кстати, как тебе ремонт в квартире лакеров? Дешево. Ну что, меньше роликов делаешь? А у них много денег нет. Маргарита ее зовут. Это девочка. Это девочка. Ангелочек. Пусть будет ангелочком. Ёлки-палки. Ты так... У него трусы какие-то, посмотри. Инопланетные, типа. Но они, скорее всего, с блютузом. С маслоцветкой и трусы. Это очень странно. Оно реально... Такие... И что нам делать? Что? Ну, он же не наш. Как выйти на улицу с этим? Ну, я хотела своего. Блин, выглядит, конечно, максимально крипово. Теперь, получается, надо кроватку эту продать и новую купить. Но не сможет ли она в этой спать? Оно же... Позвоним инопланетянам, закажем через почту России. И придет как раз к его 20-летию. Блин, очень странно. Странно, да. Блин, клево. Надо теперь вампиром кого-то сделать. Давай тебя сделаем вампиром. Ты как раз любишь кровь пососать. Вообще, друзья, напишите прямо сейчас в комментариях, может, вы хотите что-то неадекватное, что мы... Реально, вот у нас уже есть инопланетный ребенок. Причем мы сами этого не хотели. Веткринника, да. Если вы хотите сделать меня вампиром, мы разберемся, сделаем это. Давайте пофанимся. Симс это игра, где надо веселиться. И поэтому пишите в комментариях ваше предложение. Самое залайканное выберем. Ну, а на сегодня, я думаю, все. Она танцует вместе с лагером. У меня уже голова болит. Мне кажется, это максимально топовая. Так что, если вы хотите продолжение, наберите здесь 20 тысяч лайков. И мы заснимем следующий ролик. Отправляйте всем друзьям, которые любят Симс. Пусть поугарают вместе с нами. Подписывайтесь на канал. И, как всегда, оставайтесь с нами. На пару веселей. Пока!